Снять нагрузку с инвалидов решили медицинские конструкторы. Они изобрели мотоприставку, которая превращает инвалидное кресло в байк. Мало того, что он развивает приличную скорость и легко поднимается в горку, так еще и спокойно преодолевает препятствия. Как выяснил Роман Сумин, который отправился на тест-драйв, уже поговаривают о промышленном производстве чудо-мотоблоков. Также вот звонок. Кнопка включения-выключения светодиодной фары. Еще кнопка переключения передней и задней скорости. Это колесо в инвалидном кресле пятым точно не будет. Электропривод, объясняют разработчики, поможет колясочникам шагать в ногу со временем и преодолевать препятствия на пути. Легким движением руки обычная коляска превращается в подобие Харлия. Тест-драйв показывает, что изобретение действительно облегчает особым пешеходам движение по городу. Все идет как по накатанной. Сами инженеры свое ноу-хау называют приставкой. На ее создание их вдохновили сами колясочники. Они посетовали, что на Западе люди с ограниченными возможностями вовсю колесят по любым дорогам. Так что разработчики не стали изобретать велосипед и взяли за основу зарубежные аналоги. Инвалиды их старания уже оценили. Говорят, с таким оборудованием они далеко пойдут. Что может передвяться по городу без каких-то посторонних, если у нас еще доступная среда будет сделана идеально, скажем так, то для инвалидов это вообще изумительная вещь, скажем так. Потому что вот у нас до сих пор выпускают коляски-рычажки, скажем, прогулочные, но это все, упор делается опять на руки, а мы как бы должны двигаться вперед, совершенству, скажем так. На усовершенствование обычной коляски ушло 4 месяца. Привод сделали из алюминия, ведь он должен облегчать, а не утяжелять людям жизнь. После такого тюнинга инвалидное кресло способно развивать скорость до 25 км в час. Заряда хватит на 40 км. Но главное устройство поможет без труда забираться на горки и преодолеть невысокие препятствия, например, бордюры. Разработчики постарались учесть все нюансы. Самое важное было подобрать именно, чтобы крепление, чтобы подходило к любым коляскам. Потому что у всех коляски разные у инвалидов и по ширине, и по высоте. И чтобы была быстрота и легкость крепления для самого инвалида. Но пока это всего лишь опытный образец, который нуждается в доработке. Привод не ко всем коляскам подходит. Но областные власти уже заинтересовались изобретением. Тема, которая вполне реальна и достойна в плане эквивалента образцов американских и европейских, то однозначно она будет продолжаться. Только уже на уровне не в плоск, просто как опытного образца. А по конкретному проекту, под конкретные задачи. Не только уровня субъекта, но и в целом федерации. Сейчас разработчики ищут поддержку, чтобы запустить массовое производство приставок. Ведь желающие обзавестись не лишним колесом уже выстроились в очередь. Мансумин. Главные новости Екатеринбурга.